Поехали! Получается, до Бобрового Лога можно быстрее доехать на электричке. И дешевле. Одинаково, билет 40 рублей, это городской транспорт, электро, 40 рублей. Баба, спасибо. Посмотрите, какой туман с гор поднимается. Вот это, кстати, и есть Бобровый Лог. Бабушка, спасибо. Нас решили заморозить. Надо было тормоз чаем проделать. Что-то овсяного печенья захотелось. А сестра твоя еще в Германии? Ничего не видно, вот это туманище. Красиво. Да, круто. Едем на набережную. Девногорск. Майя, смотри, сколько голубей. Красотища. Сайлент-хилл. Главная достопримечательность Девногорска, конечно же, набережная. И бесплатный туалет. Но говорят, бывают такие туманы, что сегодня нам повезло, горы хотя бы видно. Да, Валя? Да. Да, говорит. Иногда, Егор, не разглядеть. Так что вам почти повезут. Но. Майя первое что спросила, а можно ли здесь уточек покормить? Конечно же можно. Даже нужно. А то они бедные, голодные. Вау, какая красота! У меня в мозгу рисуется. Ну, потому что мы знаем, как здесь должно быть. Я, пожалуйста, и вдоль и поперек. Хорошо. Сначала поперек. Золотые качели летят, летят, летят. Дивное местечко. Позагорать можно. Кстати говоря, этой весной я здесь загорал. Как хорошо-то. Я открываю сезон загара. Майя фотографирует, а потом говорит, что-то ничего не видно. Белая картинка получается. Еще немножко и солнце выглянет. Я в это верю. Да, голубя? Майя, хочешь посидеть на этой лавочке? Посмотри, какая прелесть. Это место облюбовали голубя. И Майя хочет кормить их с рук. Отчем куриц курицы и хребани? Усас, дядя. Вы чего голодные? Да, мы голодные. Вы только что ели. Тут две котлеты. Сосиска в столбе нам течет. Дейте, вот я взял булку хлеба, 24 рубля. Можете от нее отгрызть, если голодные. Ладно, по одному чему-нибудь. бери только вот стоп не руками вон берете пакетик вон пакетик отрываете и пакетиком берете складываете а вот это что такое меренги да хочу 109 рублей все 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 дети все очок а самообслуживание сюда еще не завезли нет до дивногорска не добрались я их боюсь воробей смотри поймал прям воздухе улетел пошли к уткам кыш 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 лапу драха драха воробей оказался проворнее вкусно а тебе вкусно у нас дети полные противоположности что максу вкусно мои невкусные наоборот сейчас сравню с анапскими не так не то моя выходи из тумана пошли нас гости зовут кушать вкуснятина утки зажравшиеся не хотят есть ты весь меренги ты какой-то порошок нюхал бояться высоко ну да можно докатиться и вылететь действительно прогноз погоды гарантирует стопроцентный дождь до конца дня такое ощущение что здесь недавно ураган прошел и крышу с дома унес куда-то там какая-то легенда что это монах в общем он влюбился в девушку увидел и была дилемма либо отказаться от бога либо от девушки он пошел вон туда конечно а он в смысле скинулся? ну капец он от всех тогда получается отказаться да, в том-то все и дело а люди как-то знаете ааа как красивые были смысл какой смысл ну либо к девушке либо к богу а он к дьяволу а тут не доставайся, что не дома ааа зачем тебе перчатка? не хочу сильно трогать мясо смотри ты тоже будешь кормить? Макс, а ты? я буду наблюдать вон смотри сколько их блин там человек вон там люди ходят они боятся это прямо прикольные я сам это съем да в Китае куски вон на середину туда кидайте повыше только круто вот это кормежка я так близко этих хищных птиц ни разу не видел в таком количестве и в таком количестве да это кто? это коршуны 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 попытайся туда кидай туда ага оба не поймал от машины откиньте никто поймать не может он схватил схватил обалдеть потрясающе потрясающе поменьше кусок чтобы большие куски там ой нифига он ай вот это развлечение я понимаю так для меня теперь главная достопримечательность Девногорска будет не набережная а кормление коршунов курочка пошла это кишки? нет это шкура я конечно плохо кидаю но попробую не сбей птичку да так они же птичек мелких в воздухе ловят не а о шейка сама бы съела да ммм вкуснятинка Майя ты слышишь как они просят хотим шейку птички разлетаются помаленьку поняли что больше им здесь ничего не светит интересное развлечение ни разу нигде такого не видел а вон они куда улетели все коршунов покормили куда сейчас командор наше все 25 лет в Сибири ничего вы купили ну там немножко кваса добрый малина что там мясо ну в общем вкуснота красота нам направо я правильно понимаю манский поселок мы приехали в гости к друзьям на дачу вот то все их участок и вот это вот тоже здесь один гектар а тут больше всех вокруг вот а вот там подавал участки а ты землевладелец а рабов нет у тебя тут ну в смысле крепостных 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 нет а у вас тут и березки есть а грибы есть и грибы есть все я остаюсь здесь надо запомнить место скинуть локацию пока хозяев нет будем приезжать здесь и тусить у тебя тут целый лес и будет лес от сад на самом деле тут много вот таких груш яблонь я их все прививаю ты сам прививаешь? нет фирма тоже культурная какие-то поросли пошли скоро можно будет груш есть огромная территория еще одно дерево а кто-то отломал может какие-нибудь коровы ходили да запросто или зайцы что тут Валя сказал а зайцы погрызли молодые побеги у тебя? да звери да вообще звери блин я никогда не думал что кто-то из наших друзей себе купит гектар и устроит здесь ну в смысле пока не устроит и решит устроить как ты назвал это лесопарком? лесосадом лесосадом а я все грибы ищу не сходя с тропинки туда-то в траву мокро заходить только ливень закончился но с тропинки я ни одного грибка не увидел для истории на этом месте будет парковка на сколько автомобилей раз два три на пять сколько влезет там мы были в лесной зоне а это парковая зона идите на виду еще не все съели? а мне ягодки нарвете? а мы все съели в смысле все съели? да а нам мы же просили оставить я оставила чуть ну одну дай хотя бы попробовать можно вот я одну малинку и одну крыжовнинку спасибо а что она такая кислая? крыжовник оказался кислым сейчас еще вкусный крыжок малинка хороша держи папа хрустит я тоже хочу дай она реально вкусная она хрустит сейчас пупочку уберем пупочку спасибо а это сосна говорят столетние предполагают что столетние ну на самом деле большая старая сосна а в Китае есть дерево на котором написано что ему 5000 лет вы верите? нет да и первое что мы увидели это огромное дерево которому наверное столько же как и императору ни разу не видел такого старого дерева 5000 лет обалдеть на могиле желтого императора она растет желтого вкусно вкусненькая да немножко и рот вяжет да нет нет да да видимо попалась папе спасибо я сейчас ем нет из этого делают бинданхули бинданхули ну попробуй точно не давит это боярышник да это вот он такой мелкий тут в Сибири бинданхули ну бинданхули да не хватает шпажки вот такого вот размера и сиропа сладкого фу фу ну и вот такой вот домик тут у них временный пока это же временный домик тут же потом замок будет да Коля замок говорит будет сирийные лапы это наш любимый китайский снэк ну да да желательно острые нет а трэш ты собираешь и где есть трэш я собираюсь Макс кстати тебя тоже позвать нет ты его есть не будешь но в общем классная тусовка будет если будет возможность я тебя позову асимметричное лицо когда я родилась я это снимаю одну минуту да пусть записывай мамам были тяжелые уроды лицо сильно помяли и оно очень асимметричное особенно в двухмерном пространстве Валя ты вообще о себе неправильно думаешь я всегда считала тебя очень красивой между прочим в трехмерном да а в двухмерном я понял ой а что то ты не очень получил Валя я понял в следующий раз я 3D камеру привезу мы будем снимать тебя в 3D да вот все в 3D согласны сниматься я в 3D прекрасно Коля а ты в 3D будешь сниматься? нет и в 3D не будешь сниматься? нет нет курочка курочка барашек Майя маленький флешбек из 2018 года из 2018 года это мы сейчас настругаем мелких для чашлычка я вспоминаю я вспоминаю как мы с тобой в 40 градусный мороз дрова кололи у вас в коттедже для вас это уже прошлая жизнь да? было давно и неправда ну хотя да уже не надо колоть для отопления только для удовольствия понятно это классно а например у нас рядом с нашим гарденом умеют люди жить забегала ой я кайфую кайфую и завидую но белой зависти ты не хочешь вот такая села а там тебя положили голову ты туда и она тебе ее полчаса массирует мы были в Тайване и он ходил и я пойду только на массаж голову только но потом когда мы с дедом начали делать массаж он говорит спасибо тебе все ну начну я с курочки а не баранины ой какая неженькая получилась вкуснятина все твои подписчики будут да подписчикам привет спасибо за лайки и комментарии и добрые слова вы знаете кстати некоторые люди отказываются сниматься в видеороликах наших потому что им не понравилось что вы о них написали в комментариях теперь они просто закомплексованные я не про вас хахахаха я даже не считала я сказал я не видел правильно вот это наверное было там главное блюдо ребят да я боюсь мне не хватит бери скорей там твоя тарелка да я тут все они видеоролик смотрят шестилетней давности про сосняк вау в принципе надо вести канал о природе какой нибудь рассказывать про деревья про деревья разбирайте смотри как разговаривает в культуре валь ты раздай всем вкуснотишку а я не знаю кто что будет вкуснотиша там он на камеру говорит ну какая прелесть слушайте могли бы мы думать да вот чтобы когда были в общаге жили что мы так соберемся наши дети будут сидеть вместе общаться вот просто ну это кайф я знаешь что я смотрела на рынок и думаю пахнет очень вкусно пахнет баранина нет то о чем ты спросил так не пахнет баранинка едем я говорю Коля я так обожаю горы а я море как бы какая вкусная это найти бы место где мы живем чтобы были и горы и море дивногорска за сбычу мечт забойтесь своих этих они сбываются желание а мы живем до прикола малина не лучше баранину без колы есть и я хочу сюда приехать мне тут нравится тебе тут нравится щекай мама хочу шахматы сыграть шахматы это уже на катере да Коля сказал что у него шахматы на катере он забыл с удовольствием сыграет круто я буду болеть за Макса хахахахаха болеть не упади а то тебя там заяц съест они живут в Китае а на лето они вообще из Лангдэ и я когда его маме сказала что наши идут в лагерь я говорю можно Костя тоже в этот лагерь будет жить у нас И вот как раз у нас еще просто еще один уехал. Нет, ну ребята, 14-летний. В ожидании такси. Дети, нам сейчас еще по серпантину ехать. Там голова закружится. Может, слезете все-таки скрутили? Ничего страшного. Вот это, ребята, серпантин. Ой, я сейчас на Макса буду дает. Субтитры сделал DimaTorzok